17 декабря в Государственном театре кукол Сергея Образцова состоялся вечер памяти Сергея Алимова. В течение 20 лет он являлся главным художником театра, где оформил множество знаменитых спектаклей. На вечере памяти художника был показан спектакль «Дон Кихот», все куклы которого были созданы Сергеем Алимовым. Перед спектаклем своими воспоминаниями о Сергее Алимове поделилась руководитель музея кукол театра Образцова Марина Назарова, которой довелось работать с ним. О Сергее Алимове, о Сергее Образцове и о волшебном оживлении кукол смотрите в этом ролике. Сергей Александрович был таким джентльмом всегда, он ушел по коридору и сразу хотелось какой-то такой очень высокий, светлый образ у меня. Конечно, он был таким рыцарем, мне кажется, Дон Кихот отчасти немножко, вот какая-то его такая стач, что ли. Он высокий был, и Дон Кихот у него получился такой, вот он весь вытянутый немножко, вот эти вот скулы, да? Ну, такой прям портрет на восходство я имела, такой характер, какой-то мягкий, невероятный какой-то, смешливый. Мне всегда казалось, что он один из тех, знаете, я понимаю, почему он прижился здесь, именно в нашем театре. Ну, потому что сам Образцов был фактически, на мой взгляд, человеком абсолютно серебряного века. По концентрации таланта, который был в одном человеке, он, очевидно, был абсолютно человеком серебряного века. Он смог создать такой театр, такую инерцию, да, придать этому театру, что Сергей Алимович умер в 92-м году, Алимов пришел в 99-й театр. Вот, мне кажется, что-то в них есть абсолютно общее, какое-то такое вот высокое отношение, во-первых, к куклам. На самом деле, люди, которые будут в театре кукол, они не все высоко относятся, потому что такое искусство, оно, знаете, вечное, потому что история про соперничество человека с Богом. Бог живет у человека, а здесь актеры оживляют тоже, ну, не живое. Надо, конечно, смотреть, когда спектакль кукольный из Ширина. Надо сказать про впечатления человека, который попадает за Шириной. Пожарьте эти куколки, при ближнем рассмотрении, это все-таки немножко как я мошенник, немножко как какого-то искусственного меха. И потом звучит звонок, и вдруг эта история, она живая, они живают. Надо сказать, что они всегда были у себя, но всегда. И тогда это такое состояние от чего завести? От актера? От актера. Не потому, что он плохой или хороший. Я просто помню. Не знаю, я это вижу. Только вы это никому не показываете, а они меня за руку.